Я понимаю, что все это мрачно, но дело в том, что для того, чтобы видеть и понимать ближайшее будущее, не надо обладать никакими способностями и даже особыми познаниями. Я вот для вас специально собрал то, что я говорил до войны и в первые дни войны, когда уже любая правда была объявлена уголовным преступлением, когда все вопили про Киев за три дня, когда все были уверены в том, что Украину удастся сломать немедленно. Вот вам то, что я понимал и до войны, и в ее первые дни тоже. И мы, в общем, видим, как это зло торжествует, и мы все уже на этом эшафоте. Все, абсолютно. И менять ситуацию некому. И теперь надо уже, конечно, не скулить и не жаловаться, а в лицо палачам и могильщикам только смеяться. Ну, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Вот в будущий, и возможно, я не знаю, что там еще встанет у Кремля, возможно, неизбежной войне русско-украинской, Россия будет воевать, надо понимать, только за одно. За звание страны-преступницы, за звание полного изгоя, за звание полного и невменяемого агрессора, нуждающегося в строгой международной изоляции и внешних полицейских мерах. Самое главное, это, конечно, уже понятно, что неизбежная война с Украиной. Победоносные мультики и ролики с учениями на бароне свое дело сделали. Все уверовали в мощь российской военной машины. Но все эти учения — это игра на воображаемом рояле, да? Можно корчить такие же рожи, как корчил знаменитый пианист Ван Клиберн. Можно закатывать глаза, изображая упоение, вдохновение, необычайное проворство пальцев. Все это можно изображать, но только до тех пор, пока какая-нибудь сволочь не подсунет под пальцы настоящий рояль. Вот тут начнется позор. Выяснится, что великому пианисту-теоретику не под силу и чижик-пыжик одним пальцем. И это в лучшем случае. Что будет и как будет на этой войне? Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора. Почему? Почему при вроде бы таком явном неравенстве сил, я полагаю, что победа будет за Украиной? Да только потому, что для Украины любой исход войны является победой. Потому что есть два варианта, и оба они смертельны для Российской Федерации. В одном случае, огромный злобный кровавый монстр России затоптал маленькую гордую беззащитную соседку. Во втором случае, маленькая гордая беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта. Вот кто меньше всех понимает войне? Кого ни в коем случае нельзя слушать в этом вопросе? Могу вам сказать, это так называемые военные аналитики, которые теперь будут вешать эту терминологизированную лапшу всем на уши. У них, да, вот как ураганы, грады, посейдоны, солнцепеки, буратины, прожгут стратегические коридоры для танковых соединений, а за танками колонны пойдет на Киев, колоннами пойдет на Киев пехота. Это абсолютный вред. Это на учениях может быть. По предварительной договоренности, и за очень большие деньги украинская сторона будет учтиво ложиться под русские гусеницы и послушно принимать удары некоторых ракет. Вот вся военная аналитика делается преимущественно дураками, которые либо давно расстались со всякой реальностью, либо никогда с ней не соприкасались. Никто из них не учитывает фактора сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать. Украинские подразделения будут, я подозреваю, позлее даже чеченцев. Чеченскую войну проиграла еще та советская армия, у которой были кое-какие традиции, генералы, боевой опыт сейчас, и этого нет, нет генералов, нет ни Рохлина, ни Лебедя, никого. Как же будет выглядеть эта российско-украинская война? Ну, во-первых, что такое война для России? Война — это прежде всего возможность безнаказанно разворовать свою армию. Потому как списать можно будет все. Волшебная способность войны списывать известна. Все самые удачные сделки заключаются на передовой. Уже есть даже умные ракеты, которые в момент их покупки изменяют траекторию. А как показывает опыт первой чеченской, Россия научилась давно продавать свои танки врагу прямо с экипажами. Все начнется с того, что заблудится пара дивизий, без этого не бывает. Эти дивизии обязательно накроют российская авиация, которая в Чечне приобрела потрясающую способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть российского воинства таким образом. Вот этот опыт, я думаю, пропить еще не успели. И авиация сможет, наконец, применить весь наработанный опыт на практике. Будет возможность попробовать свои таланты и у военно-морского флота, который с помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами. Пока кусочки туристов будут сортировать по баулам, потные адмиралы будут кончать с собой. Но не из-за туристов. Просто выяснив, что корпуса боевых судов удерживаются от распада только толстым слоем краски. Естественно, когда дело дойдет до темы «умирать», выяснится, что патриотические мультики сами воевать не могут и умирать тоже. И на фронтах, по традиции, как всегда, окажутся срочники, имеющие опыт стрельбы только из швабр, лопат, бегать не за пивом для дедов и заправки коек. Этих цыплят в камуфляже, отчаянно злые, опытные и дико мотивированные батальоны Яроша, передушат тысяч пять за первую неделю. На Россию обрушится ливень из цинковых гробов. Ни один солдат и ни один офицер не будет иметь ни малейшего понятия, за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюют. Что, вы думаете, не будет очередного ЖД вокзала в Грозном? Обязательно и непременно будет. Ведь пропитанные коньяком идиоты в лампасах все те же и все точно так же тычут карандашиками в свои карты. Россия ухитряется везде находить только позор. Найдет, проглотит его, кое-как переварит и несколько лет исходит с страшным медийным поносом. А тут она отхватит позор сразу в неперевариваемых дозах. Через неделю цинково-гробовой ливень на страну усилится. Вот для чего велась Чеченская война, украсившая пейзажи России 18 тысячами могил. Теперь-то более-менее ясно. Чтобы построить в Грозном бриллиантовые дворцы, мечети, кланяться Чечне и ежедневно перечислять ей миллиард рублей из федерального бюджета. То есть платить ту дань, которую и полагается платить победителю. Именно ради этого российская власть превратила в горелое вонючее мясо тысячи своих мальчишек. И еще столько же сделала инвалидами. При том, что ведь воевали тогда в Чечне не с армией ей, а лишь с несколькими группами добровольцев, которые и солдатами-то толком не были. Так, поэты, гинекологи и землемеры. Зачем нужны были эти горы трупов? Платить Чечне можно было начинать сразу. Без всякой предварительной стрельбы. Те из российских офицеров, у кого память не до конца смыта коньяком, наверняка в уме своем вспомнят всех посаженных героев. Первый, второй Чеченской. Начиная с полковника Буданова вспомнят издевательство трибуналов и предательство власти. Офицерье народ внимательный. Оно успело заметить, что Родина подвигов не прощает. То есть кровища, гробы, жуть, неразбериха, вой прессы, солдатских матерей. Все это будет с каждым днем удесетеряться. Всемирный информационный фон, целиком сделанный из проклятий, разоблачений и шельмований России, будет тяжелеть и пудовыми веригами сковывать движение и так плохо стоящей на ногах армии. Цинковый гробовой ливень будет усиливаться. Ведь, учтите, распятых мальчиков в трусиках умеет сочинять не только российская пропаганда. Но тут и сочинять ничего не придется, потому что любая война создает тьму кровавых и душераздирающих прецедентов. Помимо всего прочего, эта война ведь не только с Украиной. Украина была бы полдела. Эта война еще и с Одессой. То есть лучший способ недорого и навсегда стать посмешищем для всех. Мощное антивоенное движение в самой России станет как раз тем стержнем, который, наконец, скрипит и объединит всех, кто ненавидит режим. И есть еще один неприятный нюанс. Сейчас работает волшебная сила искусства. Мультики, ролики, декларации, парады. Но вот лучше бы никого не знакомить с реальными возможностями российской армии. Увидев же российскую армию в деле, японцы сразу вспомнят про Курилы. Немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова про Приднестровье, ну и так далее. И еще следует помнить, армейская среда таит сложные и быстрые сюрпризы для власти. Война опасна еще и тем, что на ней очень быстро выковываются авторитеты, любимцы регионов, которые быстро сообразят, что у них на руках тузы. И тот, кто первый начнет братание с украинцами, тот станет самым крутым и знаменитым. Возможно, кто-то из командиров и будет гореть желанием выручать русскоязычных, спасать их от угнетения, нищеты, унижений и поборов. Но если есть жуткий непобедимый зуд, зуд спасать народ, то двигаться можно, конечно, и на Киев, но можно и на Москву. Направления в этом смысле абсолютно равноценны. Но на пути к Киеву отчаянные батальоны Яроша, ВСУ, партизаны, огонь, засады, мины, снайперы, позор и смерть. А вот на Москву дорога от этих помех совершенно свободна. А итоговый эффект примерно тот же. Но Золотов с Росгвардией быстренько вступит в НАТО. И у Путина останется только звонок другу Байдену с просьбой прислать морскую пехоту Соединенных Штатов Америки для защиты Москвы от спятивших русских командиров. За новость. Не случайно новогодние фейерверки в этом году пованивали похоронным салютом. 2021 год был омерзителен. Это был год тьмы, год торжества мрака, мракобесов, год страха, год безнадёги, год смерти свободы и последних иллюзий обменяемости режима. Короче, 2021 год был омерзителен, но 2022 будет ещё хуже. Я могу вас поздравить только с тем, что вы, ваши судьбы, ваши дети, ваши дома теперь полностью во власти опасных маразматиков, дементников, одержимых бредовыми идеями величия, насилия и войны. Министр обороны России Павел Грачёв интимно сообщал каналам, что вся операция «Уссмирение и разгрома Ичкерия» займёт два часа силами одного полка ВДВ. А потом? Потом были годы бездарной, бессмысленной войны. Десятки тысяч чеченских и русских трупов, а в результате грязь, разруха, смерть и позор России. А потом выплаты колоссальной контрибуции, вечный страх рецидива и дань. Да, да, чеченцы дрались отчаянно. Но Украина будет драться так же, понимая, что именно стоит на кону. Следует также помнить, что Украина раз в 30 больше Чечне. И раз в 35 побольше имеет население. Так что всю кровь, весь гной, весь позор чеченской войны смело умножайте минимум на 30. И вы получите результат войны украинской. На той, на чеченской войне, целое поколение русских для себя выяснило, что такое Россия в реальности. И разлюбило её. И этот результат чеченской войны тоже можно смело умножать на 30. Украинская война будет ещё бессмысленнее, ещё кровавее и обернётся стократно большим позором, чем чеченская. Любой исход войны Украины с Россией будет поражением для России. И в том случае, если она приколотит Украину к кресту своих имперских амбиций, и в том случае, если приколотится сама. В любом случае, её эта война окончательно превратит в мировое Чикатило. Действительно, усилия, которые прилагает сегодня Россия для разжигания Всемирной войны, абсолютно чрезвычайные. В этом есть что-то, ну, стахановское, гамильское, гамильическое, шизофреническое настойчивость, с которой власть требует всемирного пожара, честно говоря, не совсем понятно. Ни одна страна в истории так тупо, так откровенно и так настойчиво не добивалась войны и не провоцировала её, как путинская Россия в начале 2022 года. Зачем вообще война понадобилась? Тем более, что эта война на идеально ровном месте, без причин, даже без поводов. В ту эпоху, когда России никто не угрожает, не посягает не только на её гектары и её развалины, но даже и на те, ну, скажем так, дегенеративные порядки, что установлены в стране. Все уже в мире махнули рукой на кремлёвских беспредельщиков. Делайте, в общем, что хотите. Наступит удивительный миг, когда оппозиционерами, либералами, иноагентами, и врагами народа станут всех 140 миллионов человек. Но, правда, станут ненадолго. Они будут ими от 4 секунд до 2 минут в зависимости от степени приближенности к очагам ядерных взрывов. Это прозрение будет сильным, но несколько запоздавшим и недолгим. Нет, конечно, кое-кто сможет упиваться потом своими крамольными мыслями целые сутки, пока горелое и облучённое мясо не отвалится с костей окончательно, а мозг не вытечет из мозга. Как будет выглядеть война? Война будет выглядеть кроваво и грязно, но предельно уныло. По старинке будет выбрано удобное, привычное место, насиженное. Таким насиженным местечком является, как известно, Донбасс. Вот этот Донбасс, который будет избран плацдармом для будущей войны, он усилиями армии превратится уже окончательно в помойку, в грудью кирпичного мусора с обрывками колбасы из распятых мальчиков. И тут-то в пламени, в руинах граждане ДНР и ЛНР припознают сладость обладания российскими паспортами, они поймут, что защита России всегда пахнет гноем, трупами и, как правило, заканчивается смертью защищаемого. Других вариантов не бывает. Но вот их взяли в долю, они попросились в бедствие, их взяли, они сами сказали, ну возьмите нас, пожалуйста, в большую беду. Теористически это будет очень похоже. С той только разницей, что энтузиастов-уголовников раннего ДНР, которые были подвижными, очень мерзавцами, заменят ленивые наконьяченные дуболомы из Министерства обороны, которые из любой войны, даже из самой страшной, все равно учитряются сделать абсолютный ад для собственных солдат и мирного населения. Не секрет, что во всех предыдущих войнах последнего времени российская армия за последнее время приобрела ценный опыт отправки на чистый массовый убой личного состава, создание для себя всяких безвыходных ситуаций. Это она все любит. Ей иногда удается доставить некоторые неприятности против. Ну вот патриоты, они хотят рабства. Их право им так комфортнее. Хорошо, пожалуйста. Они хотят и для себя, и для всех остальных. И путинизм способен обеспечить эту потребность в рабстве, сделав 140 миллионов рабами государства и его идеологии. Это возможно только при условии, если режим никогда не высунет носа за западные границы. И если Европа просто построит стену 20-метровой высоты, бетонную сплошную, без калиток и ворот, и просто забудет про опасных сумасшедших под названием России. Либералы хотят, и вот эта мечта патриотов, она может исполниться только, если все остается в своей берлоге. Либералы хотят избавиться от Путина. Но тут надо понимать, что только вне берлоги диктатура может получить смертельную рану и сдохнуть. А либералы, по идее, должны были бы делать все, чтобы выманить путинскую армию в Донбасс. Донбасс отличное место, чтобы там режим переломал бы себе ноги. Все режимы, все диктатуры ломают себе шею, когда выходят на прогулку. Это очень опасная история. Но, Оленька, хорошо дешево не бывает. Знаешь, свобода штука дорогая, из нее надо дорого платить, ее никто не подарит. Диктатуры сами собой не рассасываются. Это очень тяжелая история, много крови, но свобода не копеечная вещь. Она стоит очень дорого. По всей вероятности, через пару-тройку месяцев сложнейшей проблемой России станет подбор нового названия для страны. Это будет непросто, но существующее станет настолько страшным клеймом, что потребует, вероятно, замены. В римском праве, кстати, было понятие репутационный смрад. Чтобы избавиться от шлейфа позора, можно было сменить имя и гражданина, и легиона, и название города, провинции, и так далее, и так далее. Дело в том, что до сих пор не налажено и почему-то не производится изъятие. У населения из библиотеки вообще полный вывод из оборота Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот зловещий документ содержит абсолютно предательскую и смертоносную для сегодняшнего режима 353 статью. Статья 353, часть 1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны. 15 лет. Часть 2. Ведение агрессивной войны. 20 лет. Это в актуальной, последней, действующей редакции официальные комментарии, которые тютелька в тютельку характеризуют все действия президента России, правительства, армии и всех силовых ведомств. И это как раз то, что называется красивым словом «закон». Тут не спрячешься за ширмочку из болтовни про спецоперацию. Тут все абсолютно черным по белому. Определение дано в статье 1 резолюции 33-14 Генеральной Ассамблеи ООН, под которой понимается применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. Тут же, оказывается, кстати, содержится и прекрасное определение войны как таковой. Ознакомьтесь, там вообще блестящие и предельно точные тексты. Все, что вы там увидите, это не галлюцинации, это реальные тексты действующего и актуального российского закона. В общем, ужас, диверсия, чистый экстремизм, химически чистый экстремизм, этот ваш уголовный кодекс. В России 53 620 прокуроров. Если хоть один из них спятит или вдруг потеряет страх и в соответствии со своим законным правом возбудит по 353 статье дело в отношении Владимира Владимировича, то его, конечно, сразу посадят. Прокурора, разумеется. Нарисовались и мои любимчики, попы. Наконец, что-то пискнул Гуня. Гундяев. Сегодня Гуня закатил глаза глубоко по Дмитру и сообщил, что 8 лет в Донбассе шло подавление и истребление людей. А весь мир молчал об этом. Передайте глупому Гуне, что за эти 8 лет 11 раз Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и сам по себе из подачи Украины предлагал немедленно ввести на Донбасс международные миротворческие силы, которые бы покончили со всеми проблемами. Они умеют это делать, что доказано было работой миротворцев во множестве воспаленных регионов мира. И все 11 раз это настоятельное предложение мира было категорически отвергнуто и заблокировано. Угадайте кем? Правильно. Тем, кому Донбасс был нужен исключительно как предлог вторжения на Украину. Сейчас Инквизиция Бастрыкина, прокуратура, Роскомнадзор и прочие псорежимы уже начали охоту на то, что они решили называть фейками. То есть на преимущественно правдивые сообщения в интернете о бойне в Украине. Конечно, травля и посадки бесправных и совершенно беззащитных россиян это вам не против чеченцев вякнуть. Или по 353 на Путина взбудиться. Но словно фейковых уплощек режим опоздал. Ровно на неделю. Это надо было делать до того, как физиономия войны сложилась и запечатлелась. Запечатлелась во всех подробностях, во всех головах. Это уже произошло. Образ новой войны уже намертво и навсегда впечатался в мозги. Теперь не играет никакой роли, сколько именно и кого убьют. Как именно и в каких городках Украины будут гореть танковые колонны и ползать с выпущенными кишками обгорелые солдатики Путина. Или заваливаться здания. Стилистика войны уже обозначена. Она типичная, она обычная, привычная, она ничем не отличается от чеченской войны. Те же тысячи трупов и снесенные города. Всем уже все понятно. У этой войны очень знакомая харя. А вот понятие фиг внезапно стало синонимом правды. Достигнут изумительный результат. Все, что будет маркироваться пропагандой как фиги, будет иметь особую слабость запретного плода и восприниматься со стопроцентным доверием. А вот американский сенатор Грэм сообщил, что тот, кто решится убить Путина, окажет огромную услугу своей стране и всему миру. Официально заявил. Хотя сенатор Грэм безответственно теоретизировал, не предложив ни планы, ни даже способа ликвидации русского диктатора, в России его изящная политическая словесность вызвала истерику и хоровой виск. Такс, дорогие мои, сред в их привычном смысле слова больше нет и не будет. Эхо стерто с лица земли, как и вся журналистика России. Новая газета как бы еще дышит, но она красиво заползла под плинтус. Все остальное разгромлено. Разгромлено медиазона, знак дождь, сложил оружие и разбрелся. Целиком уничтожена профессия как таковая. И все профессионалы, вся пресса. Я с изумлением обнаружил, что из профессионалов я остался один, а вокруг трупы товарищей. Ну один так один, непонятно за что мне такая радость. Дело житейское. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!